Нин, ты, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарин. С приездом. Благодарствуем. Я вот тут зашел. Ну, что ж, правильно сделал, что зашел. Ты же у нас еще пока тут хозяин. Вы знаете, хозяев у нас уже давно нет. С хозяевами мы еще в 17-м году рассчитались, так что. Слышь, козел. В каком смысле? А в том смысле у тебя совесть вообще есть? А, совесть. Совести нету. А, то-то я и вижу, что ты ходишь, посвистываешь, картуз потерял, не разыскиваешь. Ой, Марья Васильевна, вы знаете, я вот никогда не понимал вот этих ваших образов. Да. Так, значит, тебе, бандюга, и на дочку наплевать, да? А вот это слишком серьезная тема, Марья Васильевна, для сиюминутного разговора. Давайте оставим ее как-нибудь на потом. А сейчас просто позвольте мне взять некоторые дорогие для меня вещи. А, за дорогими вещами пришел. Не в этом смысле, Марья Васильевна. Дорогие в духовном смысле этого слова. А это вы моете. А это в каком смысле? А в таком смысле, когда Нина придет, тогда и я висе. А, то есть, когда коза придет. Нет, ну, Марья Васильевна, поймите меня правильно, но если я, как вы выразились, козел, то моя жена, она, естественно, коза. Я не могу. Ну, Марья Васильевна, вы не правы. Давай-давай, колесо и отсюда. Естественно. У меня больше нет другого выхода. Ну, вы не правы. А чего это ты завалился, а, Тасик? А теперь серьезно, передайте, пожалуйста, Нине, что отныне ноги моей здесь не будет никогда. Да ничего, переживем. Естественно. Но время покажет, кто из нас прав, а оно, как известно, за нами. Отойдите, пожалуйста. Чего? Отойдите, пожалуйста. Пожалуйста, кто тебя трогает-то, Господи? Так, все. Ай, проклятье. Ай-яй-яй-яй, Марья Васильевна, простая русская женщина. Я думаю, что ваша дочка... Тасик! Подходите ко мне! Да я так стою! Никогда вам этого не простит, да и моя тоже! Постукай! Не касайтесь ко мне! Тасик! Сао-какао! Пустище! Ой!